Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом восьмой альбом греческой команды Septic Flash. Альбом называется The Great Mass и он вышел 18 апреля 2011 года на французском лейбле Season of Mist. У меня в руках ультралимитированные издания, артбук, 96 страниц, тираж неизвестен, но я вам скажу, что книжка была распродана давным-давно и на вторичном рынке стоит абсолютно безумных денег. Я за этим экземпляром охотился несколько лет для того, чтобы найти идеальное соотношение цены и качества. Поэтому спешу делиться с вами этой находкой. Давайте посмотрим книжку поподробнее. На самом деле книга завернута в постер, который мы рассмотрим с вами попозднее. Сет Сера Антон, Painting and Photography Art of Christos Antonio, Music Composition Данный альбом является творчеством двух братьев Кристоса и Спироса Антонио. Сет Спирос отвечает за графическую часть, Кристос отвечает за музыкальную часть. Тексты альбому записаны с Отрисом. Трехдисковый Earbook или Artbook Первый диск The Great Mass CD One Это обычная версия альбома Второй диск это симфоническая версия И бонусный DVD Это 5.1 Mix Ну и соответственно документалка О том как данный альбом снимался, записывался и прочие моменты Вот у нас 3 диска Раз, два, три Предисловие от Сета О том, что То, что он видит В своих снах, в мечтах Он воплощает В рисунке И готов поделиться с нами Амнезия За музыкальную составляющую альбома, как я говорил Отвечает второй брат Кристос Антонио Автографы Что здесь Что Здесь Являются неподлинными Принтованными Но я думаю, что Данная позиция Весьма управляемая Главное Дождаться Концерта Любимой команды Ну а дальше уже Немного Успеха И настойчивости Здесь мы видим Ноты Партитуры Причем Мы увидим Как С поправками Вручную Так и Просто банально Отпечатанные Сет у нас Профессиональный Художник Графист Он Несколько лет Был Креативным Директором В греческом Издании Журнала Металлхаммер Работы У Сета Имеют Свой Неповторимый Почерк Если Например Посмотреть Вот эту картину Ярофант Или Верховный Жрец Что Мы Увидим Мы увидим Несколько Моментов Которые Присущи Творчеству Сета Во первых Это Соединение Человеческой Плоти И механизмов Далее Получается Мы видим Что Плоть Подвержена Старению Гниению Разложению А так же Мы увидим Что Где то Банально Открытые Части Механические Элементы Мы Видели У разных Художников Это Тот же Самый Сараяма Сет Вдохновлялся Наверное В том числе И Нашим Любимым Гигером Сет Является Талантливым Иллюстратором И Его Работы Не знаю Украшают Или устрашают Обложки Многих Металлических Команд В данном Случае Например Вот он Биоорганический Лабиринт Король Одиночества Работа С Альбома Ахеронтия Эхо слов Бруталити Повозка Человек Змея Салвейшн Кричащий Человек У которого Отсутствует Пулаина Черепа Кровавые Брызги Вот вам И Эмоции Серый Человек Человек Пойманный В тень И Окруженный Птицами Смерти Грифами Ну а также Черепа Некое Объединение Человека И Наверное Пулка Старые Зараженные Близнецы Сет Сет Показывает Эстетику Развожения Сиамские Близнецы Механические Соединения Дряблая Обвисшая Кожа И уже Она Настолько Истончилась Что мы Видим Сосуды Данная Обложка Идет С Дведи Команды Психроптик Матриархат Сет Также Отдельно Рисует Картины И Не все Они Отличаются Особой Шизанутостью Это Как раз Матриархат И дальше Мы увидим Триптих Про Политиков Это Наверное Те картины Которые Нарисованы На холсте Причем Большие Размеры Здесь Видим 200 Сантиметров На 170 Сантиметров То есть То что Можно Поместить В рамку И даже Не совсем Страшно Кому-то Показывать Метаморфозы Скорпион С лампочками И Механический Череп Аффекшен Человек Поглощен Страстью К жукам Которых Держат И в руках Которые Пытаются Загрызть Его Голову Ну и Здесь Мы видим Нечто Непонятное Вроде бы Как лицо А вроде И рыба Бок Который Хочет Умереть Картина Представлена На Альбоме Септик Флэша Грэйт Мас И она Входит По сути В обычный Буклет Сет Рисует Картины Как себе Так и другим И на Реквием Это Соответственно Для Парадайз Лоста Балерина Картина Сделана В 2005 Году И Вы знаете Она Мне Напоминает Сплайсеров Из Биошока Правда Биошок Это 2007 Год Поэтому Кто Кем Восторгался Дизайнеры Биошока Или Сет Видел Какие-нибудь Предварительные Арты Неизвестно Навсегда Можно Представить Что Эта Балерина Сейчас Достанет Нож Или Дубину И кинется С дикими Воплями На себя Детство Такое Вот Засушенное Детство Старые Разорванные Газеты Образующие Тело Человека Увятшие Крылья Здесь У нас Написано Мартира Стил Лайф Синтезис Классическая Эстетика Отвратительного Гниль Отрезанные Части Голова На подносе Тиара Значит Это Какой-то Верховный Жрец Фигуры Картина 2007 Года Женщины Совмещенные Со Змеей И С щупальцами Осьминогами Состояние Гнева И Агрессии Эта Картина Нам Встречается На Обложке Альбома Группы Soilwork Вот Еще Одна Изящная Картина Которая Также Не Отличается Особой Шазанутостью Это Фигура Балерины Все Хорошо Но Вопрос Где У этой Балерины Ноги Почему У нее Не хватает Части Рук И Мы Не Видим Элементов Головы Зараженная Фигура Безумно Красивая Маска И Тело Шарамированное И Соблезающей Кожей Еще Один Paradise Lost И Нареквием Умирающий Ангел И Тени Ангелов Которые Смотрят Сверху Скетч Набросок Фигура В шляпе Что-то Типа Женщины Быка Человек У которого В груди Видно Яблоко Дверная Ручка То есть Мы Можем Представить Что Человек Это Какая-то Такая Живая Или Не совсем Живая Статуя Хранище Вопрос Чье Это Яблоко Зачем Его Туда Положили Политики Триптих Лимитированные Издания Данный Artprint Был Подписан Вручную Пронумерован Политики Изображены Традиционно В неприглядном Виде В крови И в желчи Но Они В костюмах Собственно Политика Дело Грязное Кровавое Поэтому Кто Скажет Что Художник Не прав Я Нет Инсталляция 2007 Год Нагромождение Разного Рода Неясности И непонятностей Метаморфоза Амфибия Если Первую Метаморфозу Которую Мы Наблюдали Видели Скорпиона То Здесь Амфибия А рыба Приобрела Уже Хвост Скорпиона Задние Конечности Ну и Вот Они Наши Пресловутые Лампочки И Механические Части Да Здравствует Гидер И Сараяма Метаморфозы Но В данном Случае Мы Видим Что Человек Меняется За счет Вещей Связанных С религией То есть Видите Догма Прич И Религия Поступает В спинной Мозг И Изменяет Человека Человек Теряет Свой Облик Медея Довольно-таки Страшная Женщина А яблоко Находится Уже На голове У этой Женщины Ранее Оно было В груди У мужчины Женская Фигура Жизнь Продолжается Фигура Один Изучение Женская Фигура Три Вид Со спины Метаморфоза Третья Здесь Мы видим Нашего Человека Который Под влиянием Религии Догмы Перерождается И у него Умирает Человеческая Составляющая Вот она И Появляется Религиозный Догматик Вот он Женщины-близнецы Механические Женщины Черные Капюшоны Вдова Лицо Помещенное В маску Причем Это мне сразу Напоминает Фильмы Тексас Ченцу Массакры Кожаное Лицо Серый человек Крупным планом Мы видим Насколько он Стар И отвратитель И Птиц Пожирать Ей плоти Стало в разы больше И Время Тикает Женская Измена Женское Предательство В красной Комнате Мы видим Что женщина В руках Держит Яблоко Наверное Это яблоко То самое Пресловутое Яблоко Раздора Салвейшн Перерождающийся Человек Потерявший Лицо И Как мы видим У него Отсутствуют Уже Глаза Причем Глаз Нету Ни у него Ни у женщин Которые нарисованы Вот здесь Вот Найт Этернал Фига Жизнь Продолжается А вот Вот этот Человек Похоже Не совсем Рад Этому Экспендабл Фига Сейлс На катафалке Это прям Напоминает Японское творчество Сайлент Хилл И Начальник продаж Которая Орет Животные Где же Ваши продажи Уже конец Месяца Death Watcher Триптих Часть 3 На лицо Муха Опустилась Здоровой Маской Смерть Пришла Salvation Часть 3 Картина Без названия Год 2006 Также Картина Без названия Год 2006 Видим Что лицо Переродилось В некий Туман И Специально Художник Выделил Зубные Протезы Без названия Человека Свин Ожидание Не знаю Чего ждет Эта личность Но части черепа У него уже нет Умершая Насекомая Кстати Довольно таки часто У сета Попадается Изображение Распятия В том Или ином Виде Еще одна Безымянная Картина От 2007 Года Ослепленный Бог С Альбома Септик Флэша Камьюнин Фигура 3 Женщина Полуосминог Полузмеяй Несущая Традиционное Разрушение Также в этой книге Идет небольшая информация По поводу Сета И Его Выставок По 2010 Год Включительно Из данной информации Мы узнаем Что Сет Он является Профессиональным Художником Он специально На Учился Получал Степени И поэтому Картины Его Весьма Профессиональны То же самое Касается Его Брата Кристоса Кристос Заканчивал Различные Музыкальные Учреждения И так же Именно поэтому Наверное Он весьма Неплохо Обращается С нотной Грамотной Постер Fold out Постер Завершает Данное Лимитированное Делюксовое Издание Здесь Мы собственно Говоря Видим Как раз Бога Который Собирается Или хочет Умереть Здесь Мы видим Уже Нам Знакомых Персонажей С Обскрытыми Грудными Клетками И Как раз Греческий Аполлон Пытается Вырвать Внутренности У Бога Зреющее Потрясающее И Конечно Ужасающее По Изданию Единственным Наверное Недостатком Данного Издания Это Является То Что В 2011 Году Я Ни разу Не имел Возможности Его купить И Мне Пришлось Искать Порядка Трех Лет Как вы Видите Если бы Не такой Залом Раз И два То Издание Было бы Абсолютно Минтовым Сейчас Его можно Оценивать В лучшем Случае Наверное Как В 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 ни разу не Nermint, а в лучшем случае Very Good с большим-большим минусом. По музыкальной составляющей это, наверное, лучший альбом у команды Septic Flash. Законные 10 баллов из 10, и я, конечно, безумно рад тому, что являюсь счастливым обладателем данной роскошной книги. О том, как она выполнена, вы увидели сами. Поэтому рассмотрение крупным планом завершено. Слушайте музыку на качественных носителях, слушайте Septic Flash. С вами был Голливудин Александр. Всем пока!